МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На этот раз мой путь в Алма-Ату лежал из-за станы. В студенческие годы, глядя из окна поезда на этот поистине космический пейзаж, где только земля, небо и ты, маленький человек, я придумала тему своей будущей диссертации «Нуменозный опыт индивида в контексте предфилософии». Давайте лучше посмотрим в окно и полюбуемся на эту удивительную, уникальную природную красоту. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Посмотрите, за окном степь превращается в оазис. Мы едем на юг и приближаемся к Алма-Ате. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Несомненным плюсом Алматы является то, что здесь огромное количество кафе, ресторанчиков, столовых, закусочных. Готовят очень вкусно. И цена обеда или ужина начинается от 3-5 долларов. Есть и дорогие заведения. Ну, словом, на любой вкус. Маленькие и большие кофешопы, винные магазинчики, где вам нальют прекрасное вино. И все они такие симпатичные, современные и удобные. Этот билборд не совсем по теме, но он замечательный. Случайно попал в кадр, говорит о борьбе с коррупцией и за свободу слова. Потрясающе. Ну, а вечером в Алма-Ате вы можете посидеть в каком-нибудь замечательном заведении с живой музыкой, как, например, в стейк-баре Редлис на пересечении проспекта Достык и улицы Пагинбай-Батыр. И атмосфера, и еда, и напитки просто отличные. Это здание казахстанских железных дорог. Впереди улица, бывшая Фурманова. Теперь Назарбаева дальше, не знаю какая. И направляюсь в сторону улицы Панфилова. Друзья, я в Алма-Ате, меня зовут Асель. Официальная информация. Алма-Ата, бывшая столица Казахстана, самый крупный город этой страны с населением 2,5 миллиона человек. И это население растет. О неофициальной информации. Алма-Ата – это город моего детства. Алматы он называется. Конечно, о городе своего детства я буду рассказывать с особой теплотой и с особым переживанием за все его минусы и с особой радостью за все его плюсы. Хочу поблагодарить всех подписчиков и комментаторов моих прошлых видео. Спасибо вам, друзья, за то, что вы поддерживаете мой канал относительно дом. Новый ему пошел только лишь третий месяц, а у меня уже более тысячи подписчиков, и некоторые видео набирают тысячи просмотров. А это значит, людям интересно то, что я делаю. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. А пока я продолжаю прогулку по центру города Алматы. Улица. Названа в честь героя Второй мировой войны генерала Панфилова, защитника Москвы, который сформировал алматинскую дивизию, которая и защитила город на подступах к Москве. Теперь это прогулочная улица. Она небольшая. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! «Симон»! О, есть инвалидный подъемник, но он не очень-то удобный. Полюбуйтесь на этот старый дом. Они такие уютные, с маленькими декоративными балкончиками. Вот здесь как раз сказано, что улица Панфилова названа в честь Герой Советского Союза командира 316-й стрелковой гвардейской дивизии Ивана Васильевича Панфилова. Так все зелено. Надо сказать, что Алмата очень зеленый город, он просто утопает в зелени, и вы в этом убедитесь. Вот очень красивая кафе Афиша. Очень уютная, здесь есть терраса, и есть места внутри. Очень модное такое, стильное. И есть терраса на втором этаже. По Панфилову мы вышли к театру оперы и балета имени Абая. Вот в этих парках по сторонам от театра мы играли в детстве в фонтане. Купались, бегали, играли. В этом парке вечером собирались старики, и мой дед приходил сюда. Они сидели, разговаривали, газеты читали. Газета «Спорт», «Казахстанская правда», «Социалистический Казахстан». Ну, самокатики. Здесь мы видим произведение современного искусства. Видимо, казахский чапан весьма прозрачный. Или суфийское одеяние. Да. Интересно. Вот она какая, зеленая улица. Очень милая, очень уютная. Там фонтанчиках. Геолокация. О, дальше какая-то стройка. Ну, вот это мы видим здание гостиницы «Алмата». Сейчас там и офисы располагаются. Идем дальше. Что-то здесь опять перекладывают плитку. Ну, как же, как же. Как же не перекласть плитку, не переложить. Да, не переложить, надо сказать. Надо ее снова класть. Сейчас на небе облака. Точнее, мы видим одно большое облако. И много, много других, которые заволокли горы. А обычно здесь видно горы. Но мы еще их увидим, я думаю, в ясную погоду. Самый главный признак того, что вы находитесь в Алмате. Любой человек, который живет в Алмате, он ориентируется на горы. Это юг. Там, где гор нет, значит, это север. И вообще, это очень привычный ландшафт. Всегда глазами ищешь горы, и как будто видишь какую-то опору в этом, и ориентир для тебя в этом есть. И вообще, это очень красиво. Фонтаны возле отеля Алмата. Еще советское строение. Дальше здесь был ресторан Исык. Когда у нас был выпускной в школе, а спиртного не было и было в дефиците, то мы в ресторане Исык каким-то хитрым способом тайно купили бутылку сухого вина и пронесли на выпускной. Но, правда, у нас было очень много народу, так что никто и на пицца не успел. Обратите внимание, на первом этаже внизу есть панно народного художника Кенбаева. Рядом с фонтанами Памятник знаменитому режиссеру, имя которого носит в киностудии «Казахфильм» Шакену Айманову. Классическая ситуация. Не ждала? Впрочем, ждала, но не меня. Что правильно? Не умею я знакомиться с девушками. Интересно, как это у других получается? Попробуйте. Как вас зовут? Где вы живете? И что делаете вечером? Вы неоригинальны. Итак, три вопроса. О, простите. Пожалуйста, девять копеек. Нет, нет, не трудитесь. На такие вопросы справочный бюро не отвечает. Вот эти кадры, может быть, вы заметили, сняты именно здесь, где я сейчас нахожусь. Сейчас мы зайдем в гостиницу Алмата и посмотрим современные скульптуры, потому что здесь есть музей яблока, Алма-музей. Он какой-то маленький. Особенно ничего такого интересного нет. А вот произведение современного искусства есть. Это мы в холле отеля Алматы. Картина Исатая Исабаева. Серия «Казахский народный эпос». Графическая работа. Здесь говорится, что мозаичное панно из эпоса «Юнлик Кебек», 65-й год. Произведение искусств народного художника, заслуженного деятеля искусств Казахстана, первого профессора рисунка и живописи Малдахмета Сыждыковича Кенбаева. Вот она. Мозаика 65-го года. Сохранена прекрасно. Вот он, Батыр, за девушку побеждает своего противника. Прекрасные цвета, яркие. Очень красиво, мне нравится. Вон там, напротив сквери, мы видим памятник народному поэту Джамбулу. Он еще с советских времен тут стоит. По ту сторону от театра симметрично расположен памятник писателям у второго изову. И дом, в котором я показывала кафе «Афиша», это был дом, где жил казахский классик Мухтар Ауэзов. Посмотрите, как красиво, как зелено. За эту зелень, за эти тихие дворы. За эту красоту. Конечно, я люблю этот город. Люблю, люблю, тысячу раз люблю. Как его можно не любить? Он прекрасен в любую погоду. Субтитры создавал DimaTorzok Мухтар А. Два нет. Мухтар А. Студенты и консерватории. Студенты и консерватории. Сейчас я направляюсь в магазин казахских традиционных кондитерских изделий. Посмотрим, что там продается. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дом ЦК, который был построен для советской номенклатуры, а также представителей науки и культуры. Ну вот здесь эти крошечные балкончики, которые каждый обустраивает как может, но вообще-то фасад здесь, конечно, нужно выдерживать в одном стиле. Яблочко мы тут видим. Такой подземный переход. Напротив он тоже старая застройка. Там коммуналки были когда-то. Вот по диагонали от нас гастроном столичный. То, что вот я сейчас здесь сижу, вот именно в этом уголке Алматы, который является вот нашим городом. Нашим родным районом, нашим родным районом, нашим родным долгом, вот это вот наша Саниновская больница, вот школа, где я училась, десятая, где основы французского языка нам преподавал замечательный учитель. Ты замужем? Нет. А как насчет замужества? Что? Мамаш, скорее, будьте любезны. Ладно, ладно, не твое дело. Молод ты еще делать мне замечание. Замолчи. Так я говорю, замуж хочешь? Хочу. А что, у вас есть жених? Актриса Шалпана Алтайбаева, та самая девушка Айша из фильма «Ангел Тюбетейки». Вообще были какие-то учителя по русскому языку и литературе, которые нам преподавали. Есть другой язык, она теле, и мы к нему сейчас вернулись. Я сейчас, в моем возрасте, когда уже надо думать о покое, о том, об итогах, я сейчас изучаю его интенсивно. Я нахожу просто большое удовольствие и наслаждение в этом, что я открываю какую-то Америку для себя, родную свой язык. И поэтому вот сейчас нас Асель собрала здесь, и это благодаря Фейсбуку. Мы сейчас не читаем газеты, не смотрим телевизор, вообще российское телевидение я не смотрю. Уже два года, и я чувствую какое-то очищение внутри, что я не слушаю эту глупую музыку. Нас тоже будет кто-то осуждать, что мы 30 лет спали, молчали, проснулись теперь. И чего-то еще хотим, чтобы всем нам было хорошо. Ну, человек живет в Поблине, если казанская пословица забыла. То есть надевай свою шахту по своей Поблине. Надо заниматься, чтобы вообще нормально жить, как человек, надо заниматься любимым делом. Ах, конечно, нормально. То есть люди, которые выросли в двух культурах, в трех культурах, у них широкий кругозор, и они понимают проблемы других людей. Человек, который мыслит узко, он достаточно немобилен в своих предпочтениях. И все образовывалось, большую даже волю делать. Да, это и означает, да. То есть ты несколько культур знаешь, ты занимаешь других людей, понимаешь другую науку, другую литературу, другую музыку. И мне кажется, что ошибка нашего великого северного соседа в том, что они просто недооценивают окружающий мир. Они такие огромные, и им кажется, что они самодостаточные. Они абсолютно не понимают, насколько мы развеялись. То есть они подумали, что украинцы до сих пор для этих самых шармах живут, и все, это понятно. А что мы живем в Гюнхо. И это все не понимает. Они не понимают того, что другие люди тоже имеют право развиваться, читать, писать, делать произведение искусства, играть на театре, сочинять музыку и так далее. Они этого не принимают. И поэтому все эти советское образование и советский русский язык, русский язык принадлежит не только России, он принадлежит в общем-то Миру. И поэтому, ну, вот сейчас мы на нем разговариваем, ну, нехорошо, нет? Хотите, мы будем по-английски разговаривать? Не мешает, да? Ну, вот, ну, я за вот эту раскладку, которая, действительно, она пишет «Конна», она человек, как бы, в космополитической культуре, она человек, понимающий, понимающий, ну, в общем, глобальный мир «Конна». И она пишет вот в этом дискурсе, что она работает, беря, беря, да, основу, например, традиционную какую-то книгу, и не традиционную историю, да, она ее выполняет на международном уровне. Понятно, в чем это отличается, как это весь конус? Такая задача, да, да. В общем, в мире есть живая структура, он бесконечно обновляется, меняется, он, потом, филологическая наука, она идет всегда навстречу людям по пути демократизации. То есть, если большинство людей говорят неправильно в итоге, в течение многих лет, то наука говорит, окей, мы тогда будем говорить так, потому что так удобнее людям. Алмата – это мое родное место. Вот в этом же скверике уже я с коляской гуляла вот со своим сыном. Здесь была борка для детей, вот они возле оперного театра катались на самках. Я тоже бегала вот по этим улицам, в свой инъяс, который был на Зажинского, Комсомольской, имени Наврусба и Балтыр и Тулебей. Мы в улице изменили свои названия, но я это приветствую. Как можно вылепить Алмату? Ну, Алмата, она такая вот, без ветра, но она безмятежная. Ну, фактически, это моя жизнь. И что еще интересно, вот мы сейчас сидим в этом уголке, Карлогаш называется, здесь вот через дорогу моя школа, которую я закончила. Мой сын закончил эту школу, моя старшая сестра в ней училась. А вот через дорогу стоит дом, где жил Шакен Айманов. Это имя для меня святое, потому что я пять лет общалась с этим великим человеком, снималась в его фильмах. И он жил вот в этом доме, и из его окна виден оперный театр. Когда вот сейчас я езжу на работу из своего дома, я живу чуть ниже, где сейчас казахский тез находится, с памятником Срепову. Я проезжаю именно вот кинотеатр «Цезарь», там стоит большой портрет Шакена Айманова из фильма «Аудар Косе». И это для меня, ну, как реликвия, я тихо вот, ну, как бы про себя, ну, не то, что молюсь, но он меня благословляет. И так же, если я езжу по улице Кунаева, там висит угоряльная доска моего папы, Чисуса Алтайбаева, одного из старейших журналистов Казахстана. И тоже благословляет он меня, потому что я так просто не проезжаю, а для меня это вот эти два человека, ну, которые являются для меня мирилом. И вот таких людей много в Алма-Ате, которые здесь жили. Недаром вот Сакен Жуносов при открытии мемориальной доски моего папы сказал, Алмата – это пантеон великих людей. Почему он так сказал? Потому что на Кенсае и вот на центральном кладбище Парайенбека, там могилы наших великих. В Алматы в основном они жили, здесь творили, вот, здесь прожили свои лучшие годы. Я думаю, они тоже так же любили Алмату, как любим мы ее. Вот, мы продолжатели этих традиций наших отцов, за нами растут наши дети. Спасибо. Что меня сейчас в последние годы радует в Алмате. Раньше мы не так часто слышали на улицах Алматы казахскую речь. А сейчас вот, когда идут парни, 3-4 казахских парня казахщасы говорят, у меня от этого цепло на душе. Я буду очень рада вашим комментариям. Поделитесь, что вы думаете об Алматы, о его людях, о его атмосфере. А на сегодня все и до новых встреч.